Здравствуйте, уважаемые подписчики, я безумно рад всех вас приветствовать на своем канале. Реальные зарплаты в Москве, что происходит в общем в мире, что происходит у нас в стране, да, куда бежать. Засчитаем ваши комментарии, ребята, из предыдущих видео, что делать, куда бежать, как сориентироваться, да. Очень будет продуктивный и интересный выпуск, друзья, быстренько сейчас пробежимся. Короче, присаживайтесь, успокаивайтесь, будет крайне интересно. Друзья, хотел бы порекомендовать вот такие карты. Это типичные игральные карты, это карты китайских миллионеров. Подходит на подарок и т.д. и т.п. Очень красивые. Также есть комплект вот такой из двух карт. Вы понимаете, что они, конечно же, подороже, но в целом очень красивые. Это стопроцентный, друзья, пластик и типичный покер. Он, в чем фишка, идет вот в такой вот интересной оправе. Пластиковая, да, не бьется, не крошится и очень также круто подходит на подарок. Ссылка будет в описании и в закрепленном комментарии. Цены самые низкие. Заказывайте, друзья. Скоро праздники. Подарите кому-нибудь. Да и себе оставите. Друзья, очередная у нас посылочка. Она уходит в Ленинградскую область. Ребята, человеку по имени Максим Петрович. Максим Петрович первый раз берет. Он хочет найти женщину, супругу. Он почитал комментарии. Очень вдохновила история, как парень у нас по свадьбам ходит в виде свидетеля. Знакомиться с девушками, конечно, у них, ну поняли. Вот, так же, говорит, так понравилось, говорит, как мужик описал свою историю жизни, да. В Телеграме, да, у нас отзывы. Заходите, читайте, когда его девушка бросила из Краснодарского края. И говорит, понимаешь, а она и Дипана смотрит, и новая Дипана смотрит. И все так интересно. Ребята, у нас интересно, и настолько бывает интересно, что у Google просто-напросто, да, заказывайте, пробуйте. Жизнь, она одна, и она, ребята, как бы кончается. И так, мои хорошие, на такой позитивной ноте, да. Я вам хотел бы сейчас зачитать небольшие ваши комментарии, которые, собственно говоря, вы написали в предыдущем выпуске, да. Ремонт газовых котлов, колонок, стиральных машин, холодильников лучше, чем рулить в такси. Даже в нашем городе, деревне Керчь, Крым, это тоже работает. Друзья, запомните, что любые, как бы, работы, связанные с работой руками, они, собственно говоря, оплачиваются очень неплохо. И тренд идет на то, что они будут еще лучше оплачиваться, потому что никто ничего делать не хочет, не умеет, да. И, собственно говоря, на эти кадры всегда будет очень и очень большой спрос. Вот даже сейчас, что греха таить, я просто ехал, да, по МКАДу и смотрю, мужик, что шевелится. Он просто, господи, антифриз эту незамерзайку наливает под давлением, шлангом людям, да. То есть уходит уже все от того, как было раньше, да, там, как там из баклажек переливали, продавали эти баклажки. Быстро капот люди открывают, шик, он им залил туда деньги. Или А4 просто листочек рвет вот так, и там номер, там, ну, там, я не знаю, там, СБП, СБР, там, потом, брат, переведешь, там, а, там, на все, типа, воля Бога, там, да, если наврешь, там, ну, ну, как бы, ну, там, несерьезно, что он тебе там налил, там, я не знаю, сколько там, ну, там, 40-50 рублей переведешь, там, кто будет наебывать, как бы, да, как бы, сумма такая маленькая, да, и вообще, как бы. Ну, это такие вот, ребята, вещи, да, мало молодежи идет в рабочие, воротят нос, либо ожидания завышены, да, хотя в оборонке сейчас платят от 80 тысяч начинающему токарю. Но мало кто захочет туда идти, там, оборонзаказ, если сможешь выработать, то по балде могут настучать. Ну, не все так, я думаю, грустно, но я вам скажу так, вот, у меня мужик машину недавно покупал, приехал он из города Орска, это Оренбургская область, да. Я там никогда не был, да, хоть это, типа, моя родная область, но этот город, он очень далеко, это как, наверное, я не знаю, там, как, наверное, как от Москвы до Питера, наверное, вот такую, понимаете, область длиннющая, и такое, вообще, я даже никогда там не был. И он говорит, Диман, понимаешь, у нас в Орске, вот сейчас открывают предприятия, и все с вахт поуходили, все пошли на эти предприятия, да, они, ну, как я понимаю, что-то делают туда для продукции, для вот этих вот нужд, да. И говорит, все очень довольны, все очень хорошо, да, вот, парень пишет, работаю в Нижнем Тагиле, мне все нравится, вот, и зарплата, и коллектив, и кормят хорошо, и поят, да. Ну, вот, человеку, как бы, все нравится, это здорово, я сам, как бы, сварщик по себе, если бы, вот, в молодости мне как-то вопрос задавали, а что-то, типа, со сваркой не срослось, ребят, если бы был бы хороший коллектив, в хорошее обучение, в хорошее место распределили, может, и работал бы я сварщиком, открыл бы себе этот НАКС, аттестации, набрался бы опыта, все бы было хорошо, и не было бы сейчас Дипана у вас, а был бы какой-нибудь Димк-сварщик, да, сидел бы он там, на крыше бы, и варил бы трубы. Все. Давно тебя смотрю, познал уже всю прелесть работы на дядю, в ресторане, в НИИ химическом, везде людей довольно хватает. Сейчас уже сам двигаюсь по части бизнеса, Мерин купил себе, правда, старый, но зато из класса. Как же ты так мог, братан, надо было не из класса, брат. Видимо, бизнес у тебя идет в гору, чем занимаешься, брат, конечно же, он не ответил, чем занимается, но у меня тут таких много, ребят. Дима четко сказал, язык у тебя хорошо подвешен, ораторский, способный себя потрясающе так держать. Ребят, да нет, старое видео посмотрите, заикался, тоже не знал, что сказать, и ноги дрожали, и коленки дергались, короче, и в горле пересыхало. Просто 11 лет говорильнее, ну это. Всему можно научиться, если ты сейчас хочешь, например, кто-то из вас блогером, просто бери пробы, пробуй до последнего, пробуй до Талова. Это успех любой деятельности, просто пробовать, пробовать. Самый любимый канал, сейчас в приоритете у государства будет не образование, а деторождение. Согласен, брат, сейчас объясню, почему. Наоборот, отговорить людей будут от образования, в частности, высшего, что поражали, мол, и так образованных хватает. В стране нужны люди. Да, друзья, вчера Росстат опубликовал, что-то 200 с чем-то тысяч, у нас как бы убыль от общего населения, но все равно мы больше, чем 146 миллионов. Это меня радует, и вообще, вы же понимаете, что люди, это экономика. Чем больше людей, тем как бы лучше, особенно для такой огромной страны, как наша. Но я думаю, что у нас все постепенно выровняется, не надо паниковать. Вот я живу в новостройке, у нас все начали уже по второму ребенку рожать. Ну, у всех как бы разные ситуации, кому-то родители там помогают, кто-то на хорошей работе, айтишники в основном там много детей заводят, потому что, ну что, она, он там как султан Сулейман Хан сидит в компе, возится, 300 тысяч получает, а она у него там как хюрем султана рожает и рожает и рожает. Вот, я сейчас такой сериал, ребята, хороший смотрю. Как-то он называется, это, ну короче, как-то он называется. Великолепный мир, век, великолепный век. Смотрите все, это вообще просто, я уже там на 20-й серии, ребята, поэтому давайте тоже присоединяйтесь. Стране нужен какой-то, это не очень хорошее слово, стране нужны налогоплательщики, они люди, им вообще по барабану кто-то жить будет. Ребят, любой стране нужны налоги, да, и вы вправы. Как всегда, красавчик, ты все поделал. Спасибо, братишка, спасибо. Сейчас лучше работать с экстрасенсом, тарологом, нумерологом, нутрицологом. Да, ребята, да, опять же, да, тренд смещается в сторону того, что люди, люди хотят услугу, им нужна нормальная, качественная услуга. А просто попродавать, ну вон, этих перекупов навалом, да, все друг другу все продают, и толку как бы от этого практически нет. Поэтому стране нужны люди, которые будут оказывать эти услуги, да. В шоке о ценной машине после просмотра ролика на втором канале. 2,5 миллиона за 8-летнюю Тойоту. Как молодежи что-то купить? Вон, знакомый парень, 20 лет, 600 тысяч накопил. Даже при уровне всегда найдешь не самую новую. Нормальный компьютер игровой, 300 тысяч. Да, ребята, да, цены такие. Вот я сейчас еду, у меня в подбор поступил Спарт-Эйдж, мне надо найти Спарт-Эйдж Киа. Тоже парень молодой, копил миллион двести, но сейчас это миллион двести. Я говорю, братан, надо еще миллион двести. Надо еще миллион двести, он будет в кредит брать. Вот сейчас мы смотрим условия, да. Сейчас вот приехал тут в один салон. Тоже, вот что за такое, цены прячут, все это. Я говорю, а где цены-то посмотреть? А вы каждую уточняйте. Я говорю, то есть, и смотрю, мужик один пришел, ему такую цену, да, другому такую. А вы в подбор или себе? Ну, они, ну, морду-то мои многие знают, как бы, да. Я говорю, ну, например, в подбор, и что? А, ну, мы тогда вам сразу скажем, ага, да, там, скол на бампере, там, что-то у нас по порогу, и окрасов вот столько вот. Смотрю мужику другому. Не-не-не, машина идеальная, все хорошо, я уже на диван сел. Все нормально, да, все нормально, стоит дядька. Думаю, ну, сейчас тебя, дядька, просто ебай, вот он такой вот штырь засадит, да по самые эти, да. Но он сам зато купит, он сам, ему помощь точно не нужна. Вот, ну, пусть сам покупает. Ну, нет, я просто не то, что стебу людей, вот. Ну, это, ребят, как и в любом деле, да, есть свои нюансы. Я просто все к чему, что вот ему отвечает. Парень 20 лет, пусть едет в Москву, а не сидит в своем Мухосранске. Ребята, в Москву сейчас уже, я думаю, что никто не уедет, потому что жилье страшно подорожало. Вход в Москву, вот сейчас, если вы просто семьей, если один в Москву, ну, это 300. Если семьей, минимум 600. Вы опираетесь на эти деньги, да, и я думаю, что не у всех они есть, и вообще очень дорого, ребята, да. Риелторы сейчас многие не хотят, много в стране квартир продают, людей подсаживают на пожизненную ипотеку. Да, ребята, все сейчас, ну, всем ипотеку, да, всем по ипотеке, а зачем по ипотеке? Ну, просто, чтобы была, у всех же есть и у тебя будет, да, берите ипотеки, да. Я вот недавно со своим знакомым, друганом общался, у него бизнес в Москве серьезный. Представляете, он живет в общежитии, он не берет ипотеку, хотя он в месяц полторашку имеет. Ну, грубо говоря, полторашку имеет. Я считаю, это вообще неплохой показатель, хотя парень пару лет назад волком выл, не знал, куда сядь, дети. Я просто вот про то, насколько, да, когда появляется желание истинное от сердца, да, ты это желание как бы можешь воплотить в реальность. Это вообще, он говорит, я просто понимал, он ушел с работы, он 60 получал, я, по-моему, вам рассказывал уже. Я вообще, вот его пример, я говорю, Коля, мы когда вот все разбогатеем как надо, да, вот до того уровня дойдем, я говорю, мы на сцену, я прям вызову тебя, ты как спикер будешь, потому что, то есть вот эту именно точку, знаешь, совсем вот нищебродство кончено и точка, когда у тебя какое-то вот пошло раскрытие тебя самого, когда ты определился, то есть заимел какое-то желание истинное из сердца, например, все хочу, все бросить, хочу по-другому. Вот как вот у меня сосед, он, я этим хочу, ну вот хочу, вот изменить жизнь, хочу, что-то все хочу, и все равно ходит на работу, ничего не предпринимает, вот все так же. Вот сегодня опять смотрю, с утра пишет, ну что, как-то там, что-то там. Я говорю, да ничего, все нормально, в общем-то, оно у тебя, да, Дим, опять все проклинаем, на работу пошел. Что такое, там, блядь, 38 тысяч, ничего больше не дают, куча детей, у него там куча детей, там вообще машина старенькая. Не знаю, как он, бедняжка, жена в декрете, вот 38 рублей. Там одно ЖКХ восьмерик, восьмерик, и на тридцатку живут в четвером, посмотрите. Ну это трэш, а вот таких много. И надо как-то, понимаете, заиметь желание, и это желание воплотиться потом в реальность. Вот я об этом, да. У кого-то путал, что у кого-то шуршит приятная капуста. Да, абсолютно верно, все от мысли, ребята. Перспективно будет сейчас промышленностью, да и торговля, добыча, продажа, даже рыба, сельскохозяйство, рыбное хозяйство цветет и пахнет. Да, друзья, рыба, жрачка, вообще любая жрачка, это мега трендово. Вот если у кого-то есть какая-то идея по еде, да, это можно прям реализовать, это прямо, я думаю, очень-очень как бы будет интересно. Поэтому любые идеи пишите в комментариях, будем рассматривать в выпусках. Также у нас есть автоканал, да, если кто-то машину продает, друзья, приезжайте, поможем, заснимем тачку, это бесплатно, да. Очень сильно набирает канал, я прям на него молюсь, да. И есть Курьер-миллионер, новый канал по бизнес-идеям. В 2024 году мы на нем как бы наберем тысячу, я думаю, бизнес-идей, коротких, маленьких. Вот если что-то знаете, пишите, тоже будем рассматривать. Мы его потом в бизнес будем интегрировать, да, и с него потом будет и стартовать обучение у нас по маркетплейсам. Готовьтесь, кстати, ребята, скоро будет у нас определенное обучение. Если вы хотите как бы выйти на маркетплейсы, это одно. Если вы хотите прям сильно выйти и зарабатывать, начать, то, конечно, готовьтесь к обучению, да, оно, естественно, будет платное, но оно будет недорогое. Я думаю, все себе смогут позволить, да. Вы хотя бы стартанете и уже начнете что-то делать. Это вот кто вообще не знает, в голове идеи нет, да, вот как мой сосед, он. Вот ему бы было бы, кстати, очень даже, тем более какой-то, как я понимаю, запас их денег у него есть, да. Смотрите, какой бизнес открыть 20 лет? На маркетплейсе только так. Желательно тот, в котором ты уже несколько лет поработал, да, ему пишут. Ну, а в чем он поработал? Ему надо опыта набирать. И знаешь, подводные камни. Я начал бизнес в 34, у меня нет такого вопроса. Я чем занимался в найме, тем же и в своем бизнесе, если глобально смотреть. Бизнес связан с технологиями, обрати внимание. Да, да, да. Приветствую, Самаре, почему сварщиком не стал работать? Ну, я же уже объяснил, почему не стал, потому что то да сё, как бы, да, может нормальный кадр, нормальное предприятие, нормальное начальство. Если бы получить аттестации, может быть, и пошел бы, да. Сантехник мне поверил, что доход у него 300 тысяч чистыми в месяц ЕКБ. Ну, 300 не 300, друзья, но думаю, 150 ЕКБ можно заработать сантехником легко. Надо объединяться, как мигранты делают. Они в малом бизнесе получают 500-800 тысяч, да. Кто-то домой отправляет. Русских себе берут, жены, и все у них хорошо, они все дружные, обнимаются, да. Все у них как бы супер. Ему отвечают, слушай, ну что, мигранты объединяются у бригады на стройке, сомневаюсь, что работая на шурме, стройке, торгуя овощами на рынке, в ЖКХ, такси, в грузоперевозках они получают 500-800, разве что на всю бригаду. Друзья, да, конечно, с мигрантами это все переоцененно, да, но то, что они едины, то, что они дружны. Ну, давайте так, вот, например, ты в Москву переезжаешь, да, здесь как бы люди тоже, например, земляки, да, более-менее стараются общаться друг с другом, я заметил уже. Вот, как-то люди начинают более-менее объединяться, делиться информацией, все у них хорошо. Я думаю, просто, если ты из дома куда-то уезжаешь, ты так или иначе будешь искать как бы своих и как-то держаться. Друзья, я надеюсь, видео вам понравилось, да, заказываем феромоны обязательно, да, если хотите, да, чего-то другого, чего-то нового, да, мне такие комменты, вот, зайдите сейчас прям послушайте, это просто вообще, да, просто парень так объяснял, говорит, мне так прям хорошо стало, да. Один писал недавно, говорит, ну, с девчонкой пошли на свидание, да, все хорошо, все нормально. Ну, она что-то сидела, сидела, потом говорит, да, поехали ко мне, ну, приезжаем к ней, да. У нее там мама спит, короче, ей 80 лет, вот она, да, пусть спит, говорит, достает, говорит, бутылку беленькой, наливает, говорит, ну, что, что, говорит, ты сидишь? Она говорит, а что делать? Ну, положи мне руку на коленку, он говорит, я, да, ну, да. Он говорит, ну, что ты сидишь? Он говорит, а что делать-то? Ну, поцелуй меня, ну, говорит, я ее поцеловал в щечку. ты что, говорит, как этот, запрыгивает просто на меня, как давай, говорит, сосаться, но дальше, говорит, я, Дим, честно, говорит, испугался, испугался, короче, и сказал, я сейчас не готов, я, говорит, как-то был не готов, у меня, говорит, ну, просто вот, просто вот был не готов, я, говорит, расстроился, встал и ушел, а ушел, потому что было стыдно, все, ну, говорит, сейчас жду, когда что-нибудь напишут, но ничего не пишут, братан, она подумала, что ты соскочил, потому что она тебе не понравилась, понимаешь, напиши сам, позови в кафе куда-нибудь, там целая трагедия у человека разгорелась, это просто трэш какой-то, Ребята, я вас всех люблю, лайк, подписка, колокольчик, пишите комментарии, по ним будем формировать следующие выпуски. Все, я поехал, мне надо съездить сейчас в Тамир, надо съездить в Мейджор, там пару тачек посмотреть, короче, там еще дела до хрена и больше. До скорых встреч, мои хорошие, всем пока.